Вопрос в том, что спрашивают, в чем секрет успеха? Я всегда задаюсь вопросом, что такое успех? Не все могут найти правильный ответ. И они разнятся между собой. Для кого-то это богатство, состояние. Для кого-то это симпатичный муж. Для кого-то это красивая жена. Для кого-то это карьера. Для меня успех нечто иное. Намного завышенное, возвышенное. Намного, понимаете, надо рассуждать по-философски. И духовно, и интеллектуально. Все мы когда-то умрем. И перед смертью, чтобы я получил какой-то сигнал от Всевышнего. Мой раб, я создал тебя человеком. У тебя была очень большая ответственность. И ты прожил достойно. Я благодарен тебе. Вот тогда я себя считаю успешным человеком. Поэтому наши предки сказали, подражай те, которые уже прошли эту жизнь. То есть те, которые уже на том свете. Потому что они прожили и показывали нам хороший образец. Хороший пример оставили. А живой человек сегодня хороший. И нету гарантии, что он завтра может стать плохим. Понимаете? Потому что день и ночь, инь и янь. Это восточная философия. Они всегда меняются. Я постоянно, постоянно молюсь Всевышнему, чтобы я прожил правильную жизнь. Чтобы оставил хороший пример, хорошее имя. Для своих потомков. Это очень важно. Самое ценное, что у нас есть, это здоровье и это время. Многие этого пока не понимают. Особенно молодежь. Откуда я делал такие выводы? Слишком много времени вы уделяете на социальные сети. Правильно? Постоянно перед каким-то гаджетом, монитором сидите. Я гарантирую, что многие из вас, когда смотрят телефон, они не читают биографию Чингиза Айтматова, либо там новые научные какие-то исследования в области сельского хозяйства. Гарантирую, что вы занимаетесь пустяками. Отслеживаете за жизнью какой-то звезды. ПТС, там, Блэнк Пинк и так далее, да? Для меня был героем кто? Дюшин. Для меня был героем тот же, скажем, Тайлор Паттер, Курманбек Паттер. А для нынешней молодежи совсем другие герои, совсем другие образцы. Но знаете, время очень быстро проходит. Человек понимает ценность времени, когда он состарится, либо когда у него времени останется. Я всегда обманывал, когда был студентом самого же себя. Я сказал, что у меня нет времени. Скоро экзамен, скоро сессия, я должен учиться, выучить новые языки. Поэтому я очень занятой человек, но когда-то, когда-то я закончу университет, получу диплом, начинаю работать, вот тогда у меня будет время. Это самообман. Это сказка, не верьте. Год за годом ответственность просто увеличивается. Сегодня ты просто студент, завтра будешь начинать работать, потом будешь жениться. Жена – это совсем другая категория. Маме они простят, они многого не ожидают, они не требуют, но жены они совсем другие. Они скажут, «Алдангбабагас, все, это твоя ответственность. Не знаю, это твоя проблема. Я хочу, айиндюрту, теркундрюгабаркэленд, ты должен приобрести вот это». Ну, мне повезло, потому что моя жена не такая, но и знаю очень многих друзей, которые жалуются по этому вопросу. Поэтому надо вкладываться на все сто, работать, надо развиваться интеллектуально, духовно, и физически, и материально, и эмоционально. Очень важно. Эмоционально. В каком плане это говорит? В каком ракурсе? Ты можешь стать очень грамотным, ты можешь стать очень успешным, но при этом иметь неважный характер. Понимаете? Неважна нравственность. Поэтому, как раз говорят, «Билим демурда адепп». Сейчас вроде человек смышленный, умный, грамотный, получил западный диплом. Однажды в Стамбуле я сел в автобус, ну, чтобы дойти до самолета, и тут один парень из Кыргызстана, ну, видно, что он из Кыргызстана, вместо того, кто разговаривает на русском, на кыргызском, почему-то он начал материться. И я поневоле выслушал их разговор, он, оказывается, приехал из США, получил какое-то образование, диплом. Ну, по нашим меркам, он человек успешный, современный, грамотный, но при этом у него нравственность, воспитание. Если не ниже пленца, то ближе к этому, да? Поэтому почему-то у нас думают, у нас считают, что мужчина, он должен материться, он должен быть мужиком. Мужчина должен быть вежливым, очень культурным, высокообразованным, поверьте мне. Потому что друг другу всегда влияет. В этом время это самое ценное. У нас был профессор Мацунами, когда я учился в Японии, я получил магистрский уровень именно вот в Японии, университет Кобе, который является одним из лучших вузов Японии, Азии. И однажды мы решили съездить в Токио. Мы взяли билет в обычный поезд. Это стоило, по-моему, ну 9 тысяч ен, примерно вот так. А наш профессор, он взял билет в Шинкан-сен, это скоростной поезд. Это, по-моему, дважды или трижды дороже стоят билеты. А потом я не понимал. Думал, он бы мог поехать с нами, при этом сэкономить деньги. Только спустя годы я понял, что он выиграл, потому что он сэкономил время. Потому что деньги это такая цена. Всегда говорим, время это деньги, но это не деньги. У тебя есть, скажем, 24 тысяч долларов, ты можешь использовать сегодня, либо завтра, либо через месяц. А 24 часа проходит и больше никогда не вернется. Это как движение в одно направление, понимаете? Поэтому составляйте план, ставьте сели. Многие из вас, я гарантирую, не знают свою цель. Кто достигает свою цель? Многие думают, усердный человек, трудолюбивый человек, тот, кто умеет красиво планировать, эффективно планировать, нет. Достигает свою цель, такой человек, который имеет эту цель. Кыргызы говорят, Максатанбулсо, джирде сойлюган джилан даджитэт, аскман дочкан кран даджитэт. Многие просто до сих пор не определились, в чем их жизненная миссия, в чем заключается их цель. Поэтому, мои дорогие, прежде всего надо определяться вот с этим вопросом. Опять же, для кого-то цель – это карьера, для кого-то это богатство, состояние, для кого-то это что-то другое. Но это не цель. Красивая жена, хороший дом, удобный дом, автомобиль, состояние, статус – это не цель, это инструмент. Я же говорю, цель – это нечто намного завышенное. Вы должны сегодня же думать и зафиксировать. Это очень важно. Почему? Потому что иметь цель – определиться с этим, но при этом забывать очень скоро. Это означает, что ты нашел клад, но очень скоро потерял. Никогда не забывай. А есть такой мотиватор – Лия Кока. Другой мотиватор – Брайан Трейс, наверное, многие из вас знают. Он говорит, я всегда записываю свою цель. Каждый день. Десять целей, скажем, на этот год я установил для себя, поставил и постоянно повторяю, чтобы напоминать самому же себе. А у меня еще другой подход. Честное слово, я всегда полагаю Всевышнему и молюсь, молюсь не только ради себя, но, может быть, это вам звучит чуть-чуть такое, лирическое, да? Но я молюсь за страну тоже, за друзей, за знакомых, за маму, потому что мамы обычно благословляют детей, родителей, но дети такое не делают в ответ. Давайте я чуть-чуть на Кыргызском, на Кыргызском переключусь, что там живешь, который должен быть несчастлив в том, что принимаешь fails, я не могу стать несч Spect statement проектом, что там живешь будто хочу, я не могу, за Victorious. Я люблю тебяaksi, feeling you and I don't break, и я refuge с собой . Вcuобеку, сердечем поступil ** Wellness, ребята в인지岸 следы hanno Аласыгар, бервейсынгар, бюроуның буйымын алу-алып, бервей пайдалану жүргерсен, жасшоуында береге олгайтыкен. Беринчай, бункт. Алайта жоқ, мен бюроуның қалемін алсам, қайтарып бірім. Екенчі сұрог. Андадей, сен эртен менен гүн чыққан чоқтайтыкенсің, дейді. Араңарды бар, гүн чыққан качен, гүн сайын тұрған, принципиаліна. Араңарды бар, гүн чыққан качен, ойған соң, жасшоуында береге олып, уақытта береге олып, аяуай қуанасын, ден солымдашын, тазауа, бірі күн чыққандан кейін, түшкөшен күвақтың батыл өткөдет. Өмірділ өшінде, жасштық өтсе қалғанына аржақа, қырғызын бір сөзілерді, жасштық жасшынып көтеттеген. Жасштықты пайдылан басаң, башқан нерсе аның бағысы кейіншедек таптақылы шүкөдет. Анайта, жоқ, мен ұқтавайым, дейді. Үшінші, дейді. Ақса қалдарын алдынан қия өтіп, жол бірбе басасың бұд, дейді. Алайта, жоқ, мен ақса қалдарын алдын өтпеем, дейді. Алайта, жоқ, мен ақса қалдарын алдынан өтпеем, дейді. Так что, мы тоже должны совершать то же самое, благословлядь и родителей, и взрослых. Наверняка все вы поняли, потому что я вижу контингент разношерстный, поэтому иногда переключаюсь на государственный язык, иногда на официальный язык. Так что, дорогие мои, берегите время, цените время, работайте. То есть, легкая жизнь поступает, наступает после изнурительной работы, но системной работы, запланированной работы. Планировка, она нужна. Вот, мне сказали, что здесь очень много владеет свободно английским языком, на английском языке, да? Есть такая поговорка. If you fail planning, then you plan failing. Поняли, да? Тот, кто понял, поднимите руку, пожалуйста. If you fail planning, then you plan failing. Я не знаю, как это переводится, я лучше оставлю. Это пусть будет домашним заданием. И следующее, то, что я хочу сказать, развивайтесь и духовно, и интеллектуально, и физически. В основном сейчас думают о физических съемностях. Маникюр работает на физику, да? На тело. Потому что внешность, она обманчива, и красота – это долг, которого мы взяли у всего с чем. Постепенно, по-любому возвращаешь. Поэтому внутренняя красота, внутреннее богатство – вот она самая главная. Когда она выходит в лицо, озаряет тебя, твои недостатки, они не замечаются. Поэтому вкладывайте на духовность тоже. Элементарная вещь. Когда человек умирает, кем бы он ни был, каким бы он красивым, симпатичным, какое идеальное телосложнение, если он даже имеет, по-любому надо похоронить. Потому что без души тело не имеет никакой ценности. Поэтому предлагаю работать над духовностью, над нравственностью тоже. Иман, ну, ром, это в контексте означает именно такое. Многие почему-то связываются с религией. Нет. Палам иман дубулсон, краздар дубултюльсёдзи. И в самом конце я хочу сказать, дорогие мои, ну, конфирмация, она важна, визуализация, она важна. Я вам скажу честно, когда в студентские годы я читал такую книгу, которая называется «Дезраэль», это про премьер-министра Великобритании. Такой легендарный премьер-министр. И он, оказывается, в детстве, когда гулял на улице, я не знаю, в парках, он представлял себя политиком, успешным политиком. И постепенно вот эта дезея, вот эта мысль, она призывает действительность. Это называется материализация. Поэтому мечтайте побольше. Мечтать не вредно, вот не мечтать, она вредна. Молитесь, размышляйте, мечтайте, желательно побольше. Поэтому, дорогие мои, потом самое главное, верьте в себе. Если сам тебе не веришь, то никто, соответственно, не будет верить в тебе. Не только в себе, но и в Кыргызстан тоже. Многие говорят, вот у Кыргызстана есть перспектива. Если у тебя есть сомнения, ну, пожалуйста, скатертью дорога, уезжай. Но я в это верю. У меня были шансы оставаться и в Европе, и в США, и в Японии. Но я не могу представлять свою жизнь вне Кыргызстана. Я очень счастлив. У нас очень комфортная жизнь. Поверьте мне. В США, в Японии ты превратишься в робот. Время гоняйся за чем-то, за кем-то. Понимаешь, живешь жестким графиком. Один кыргызстанец, вот Герцан, помните, да? Тот, который написал рисунки в трилогии Сагамбая Урусбакуа, Пепа Саманас. Он этнический немец, в старости лет он наконец переехал в Германию и перед смертью написал в Кыргызстан, в Академию наук. Увезите меня, мне здесь скучно. Я, кажется, стал кыргызом. У нас очень комфортная жизнь. Это будет понимать тот, кто уже прожил за рубежом. Так что сините. Однажды кто-то мне сказал, вы очень богатая страна. У вас триллионы. Он был москвич. В те годы Москва просто просветала. Это было при Лужкове, наверное. И он говорит, почему, говорит, я переехал сюда, сюда? Не переехал, а приехал. Потому что, говорит, вот такой чистый воздух там отсутствует. За миллионы, за триллионы по-любому не приобретешь. Выбирает очень богатая страна. Даже арабы, у которого очень большие минеральные ресурсы, очень большие природные ресурсы, они завидуют. И они хотят, чтобы у них в стране была такая природа. И наши спрашивают, ну тогда давайте поменяемся. Ваш нефть к нам, а наша природа вам. Они хотят все. И природа, и нефть. Такого не бывает. Поэтому не обманывайтесь внешней красотой. Человек, который, может быть, не имеет внешнюю красоту, но у него есть обязательно другие преимущества, другие ценности. Умейте видеть это при подборе кадров, при подборе будущего мужа и жены. Верьте в себе. У Кыргызстана большая перспектива. И самое последнее, то, чего я хочу сказать. У Кыргызстана большая перспектива. С позицией наблюдателя. Многие просто сидят диваны, эксперты, обсуждают, критикуют, сам ничего не делают. Это Кыргызстан, чей? Твой? Твой? Ваш? Нашимес. Мой дөләк клач? Почему? Потому что я спорю, это не ваш Кыргызстан. Это Кыргызстан Садыра Джапарова, депутатов, правительства, Сурумбая Джеймбекова, Атамбаева. Правильно? Почему? Потому что, когда какой-то провал, какие-то неправильные решения, всегда критикуются со стороны. Атамбаев мундерлоскаргеле, Джапар мундерлоскаргеле. А ты сам чем занимаешься? Что ты делал для государства? Вы слушаете речь Кеннеди, которая называется «Задавайся вопросом, что для меня делает Америка?» Не задавайся таким вопросом, задавайся таким вопросом, что я делал для Америки? То же самое я хочу сказать. Что ты делал для Кыргызстана? У тебя большая перспектива, большие надежды от вас. Берегите себя, работайте, будьте здоровы, счастливы, потому что ваше счастье, отозряйте других. Будьте позитивны, потому что отозряжайте других. Не будьте пессимистами, не будьте те, которые всегда унывают. Я вам верю. Спасибо за приглашение. 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 Спасибо за приглашение.